Круглый стол, присвеченный 25-ти годзю Конституции Республики Беларусь, Института Президентства, сегодня прошел на юридическом факультете Гомельского Державного Университета имя Франциска Скарыны. Удельники, студенты, выкладчики, представники УЛАДы обмерковали актуальные пытания развития Конституции. А кроме того, по часу встречи узнагородили студентов, которые победили в конкурсе СССР на эту тему. Марина Джалая с подробностями. Валерий Стародубов учится на четвертом курсе юридичного факультета университета имя Франциска Скарыны. И он добро ведет, что Конституция – основный закон Беларуси, тревалый и надеянный. Але он, як живый организм, повинен удоскональоваться. К этой теме юнак присвятил свою эссею, стал одним из трех переможцев конкурса, які с нагодой 25-ти годзи Конституции провели серед школьников и студентов Гомельских университетов. Я считаю, что на данный момент сама Конституция выглядит в том объеме, в котором она должна быть, но необходимо развивать различные подзаконные акты, законы, которые развивают действия Конституции и дают ей толкование и дополнение, что позволяет более эффективно регулировать право. Тот факт, что наша Конституция действует уже 25 лет, свидетельствует о том, что принята она была добротной, в том, что большие изменения в нее не вносились, это тоже говорит о том, что Конституция жизнеспособна. Хотя, как для любого организма живого, периодически требуется внесение туда каких-то изменений и уточнений, потому что у нас все развивается уже не такими темпами, как раньше, а семимильными шагами. На реше сегодня стартовалася белорусская акция «Мы – громадяни Беларуси», просвещенная Дню Конституции и напротива всех регионов. Традиционные путевки у дорослой жизни молодые люди отримают с рук руководителей законодательной и законодательной улады, громадских деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны. 15-го соковика выдатника в Гомельской области зберут на урожайскую церемонию в Громадском культурном центре. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель».